Ну хорошо, мы остановились на концовке книги Иуды и Олеви. Чуть-чуть ее не дочитали, сейчас мы ее дочитаем. После изложения, очень подробного изложения в очередной раз с концепцией философов-аристотеликов, Хазарский царь это воспринял, мы помним, как это излагается, то есть Равин это излагает сначала как некую красоту такую, потом говорит о том, вот видишь, ты соблазнился этим, немного развенчивая, и говорит о том, что есть целый ряд положений философских, которые можно оспорить, то есть философия хороша, но она хороша до определенных пределов, то есть в рамках определенного рода наук и в рамках определенного рода знаний философия работает, и это неплохой инструмент, и все хорошо. Но дальше, то что касается некоторых разделов физики и метафизики, философия бессильна, и единственное, что остается для того, чтобы это все узнать, это Амр-Илайи, то есть логос божественный, а именно вот такая божественная инспирация, то есть пророчество, и вот это пророчество, кому оно дано, тот может знать те вещи, которые выходят за пределы человеческого разума. Это, собственно говоря, в очередной раз все та же самая идея, которая, как мы видим, лейтмотивом проходит через разные главы книги, она начинается, собственно говоря, в самом скуплении, критика философии определенная, или, по крайней мере, скепсис по отношению к философии, а дальше, как мы видели в разных главах, это развивается, подчеркивается и обосновывается. Тем самым, еще раз повторю тезис, что главный оппонент Иудалеви в этой книге это философ Аристотелий, и философию эту Иудалеви прекрасно знает. Ну, а после всего этого изложения Хазарский царь говорит о том, что, может быть, ты сообщишь мне основные пункты мнений тех, кто занимается основами веры и называются у караимов людьми науки калам. Видите, здесь такое название этих теологов исламских через караимы, потому что именно караимы интересуются теологией, и они называют представителей калама каламом, якобы. Да, и вот Хазарский царь хочет выяснить их мнение, мнение тех, кто занимается основами веры. Ну, с другой стороны, мы прекрасно знаем, что, вообще-то говоря, те же самые основы мы встречаем и у Саади Гаона. Но Хазарский царь как будто бы не знает, что среди евреев тоже есть представители калама, или те, кто занимается основами веры, и задает вопрос вот таким образом. На что ему отвечает Равин? В этом нет пользы, кроме уточнения положения калама и помощи в том, о чем сказали мудрецы, и старайся изучать то, что поможет тебе ответить неверующему. То есть кроме полемических каких-то моментов, да, то есть кроме инструментов, позволяющих вести полемику, на самом деле, он говорит, ничего не дает уточнения положения калама. Мы здесь видим в очередной раз то, что можно было бы назвать противопоставлением, о котором мы уже тоже говорили, противопоставление теологии и истории, или, можно сказать, историософии. То есть на самом деле для Иуды и Олеви важна история, а не теология. И поэтому Равин в самом начале книги, он начинает свое изложение с рассказов. Он не начинает с теологических положений, в отличие от христианина и мусульманина. И христиане, и мусульмане, они излагают некие теологические доктрины, то есть те, что сложились в соответствующих школах отцов церкви или калама в отношении постулатов относительно единства, справедливости, Бога и так далее. А Равин начал в самом начале именно с истории. И вот эта история для Иуда и Олеви, она является, как я тоже уже говорил, повторю еще раз, она является для него более важной, нежели теология, потому что она дает возможность прикоснуться к откровениям. То есть история – это не что иное, как своеобразный инструмент прикосновения к прошлому, и поэтому она важна. А прошлое – это что? Прошлое – это откровение. Откровение – это как раз то сверхзнание или божественное знание, которое невозможно получить с помощью разума. И дальше он говорит, ведь совершенно ученые, как, например, пророки, лишь немногим может помочь кому-нибудь в методах изучения и не станет отвечать на вопросы, как это делают представители Калам. Эти Каламы действительно отвечают на вопросы, потому что они занимаются чем? Пропагандой религии, которые на людях до того блистают своими познаниями, что слушатель, пожалуй, предпочтет их совершенному ученому, представление которого непоколебимо. Видите, что Равин понимает, что есть разница между теологами и философами. Теологи блистают своими познаниями, и слушатель может соблазниться их речами и, может быть, даже предпочтет их совершенному ученому. Совершенный ученый – это философ, представление которого непоколебимо. То есть в некоторых областях философ действительно может предоставить непоколебимые представления, но это будет, как мы бы сегодня сказали, это будет гораздо скучнее, а теолог, пропагандист, он в каком-то смысле использует то, что было получено учеными для того, чтобы заниматься апологией религии. Но ведь конечная цель всякого мутоколема во всем, что он учит и чему обучает – укрепить в своей душе и в душе своих учеников мнения, которыми совершенный мудрец обладает изначально. И не исключено, что наука калам может поколебать многие истинные мнения тем, что пробуждает сомнение, опирается на общепринятое воззрение. Здесь это тоже важно, что такое общепринятое воззрение. Общепринятое воззрение, они в дальнейшем в связи с переводами Ибн-Тибона, это то, что будет на иврите называться «Мефурсамот» или «Мекубалот». То есть есть разные мнения, мнения, которые распространены, или мнения, которые приняты на веру. Они отличаются, естественно, от тех мнений, которые получены с помощью умоззрения, которые доказаны и так далее. И вот на эти общепринятые воззрения, с точки зрения Равина, и опираются представители калама. То есть они оперируют не аподиктикой, мы говорили с вами об этих уровнях, они оперируют какими-то воззрениями общепринятыми, которые на самом деле от того, что они общеприняты, не являются истинными. И это можно сравнить с теми, кто занимается поэзией и уделяет особое внимание метрике, чтобы стихи были волнующими и приятными. Но человеку, одаренному от природы, эта наука не нужна. Он и так не нарушит стихотворный размер. И конечная цель тех, кто занимается наукой стихосложения, в том, чтобы достичь уровня того, одаренного поэтическим талантом от природы, кто кажется глупцом в поэзии, ибо не знает этой науки, тогда как они могут обучать ей. То есть, видите, он сам иуда левый поэт. Поэтому он говорит, что есть талантливые люди, которые сочиняют стихи, ничего не зная о, так сказать, науке стихосложения. Они сочиняют стихи просто потому, что они от природы отарены талантом. Так же, как мы говорим, не задумываясь о грамматике. Или есть музыканты, которые никогда не учились, и тем не менее являются великими музыкантами, например, в джазе. И тот, кто изучает грамматику или теорию музыки или теорию поэзии, он сравнивает вот этих людей с представителями Калама, которые как бы пытаются разобрать то, что на самом деле дано некоторым людям по природе. Впрочем, этот одаренный человек может обучить другого одаренного легким намеком. Так же дело обстоит и с теми, для кого естественны Тора и стремление приблизиться к Богу, да превознесется он. В их сердцах, словно слова благочестивых людей, заронят искры, которые разгораются пламени. Так, что случилось? А тот, кто не одарен этим от природы, нуждается в науке Калама, но возможно, что она и не поможет ему, а то и навредит. Здесь есть в этих словах скрытая критика, в том числе Саади Гаона, который, собственно говоря, развивает вот эту самую, развивает в еврейской, теперь уж на еврейской почве, да, то, что называется теологией рационалистической и помогает как бы людям прийти к определенного рода мнениям. А Иудалеве говорит о том, что люди, которые обладают естественным образом, близостью к Торе и к Богу, то есть, по сути дела, те, у кого задействована пророческая душа, они не нуждаются во всех этих построениях. Сказал хазарский царь, я не прошу от тебя в подробностях излагать их рассуждения, но изложи мне их основные взгляды в отношении религии. Напомни мне их, ведь я уже слышал о них, и душа моя жаждет иметь об этом точное представление. И дальше Равин излагает вот эти самые доктрины, основоположения Калама. Мы сейчас тоже их прочитаем, потому что их любопытно будет сравнить с тем, что делает Маймонид в своем путеводителе разделенных. Он тоже критикует Каламы, критикует теологов и перечисляет их постулаты. Когда мы дойдем до вот этого представления Калама Маймонидом, может быть, мы вспомним о том, как это дело представляла Иуда Оливий. И Равин говорит, прежде всего следует обосновать возникновение мира во времени. И мы помним действительно это то, что делает Сайдя. В самом начале мы как раз читали именно эти фрагменты. И вот оно, первое положение. Положение о том, что мир возник, что мир сотворен. Собственно говоря, из сотворенности мира и доказывается представителями Калама существование Бога, то есть Творца. Если мир сотворен, значит, есть Творец. Вот первое положение, которое на самом деле говорит о отрицании вечности мира или предвечности мира. И против предвечности мира можно увидеть следующий аргумент. Если бы прошлое не имело начала, то количество людей, живших в прошедших поколениях до этого нашего времени было бы бесконечным. Но то, у чего нет предела, не может стать актуальным. Это азиастотелевская как раз концепция того, что не существует актуальной бесконечности. То есть бесконечности, которые мы могли бы охватить. Бесконечность, она является движением определенным. Но актуальная бесконечность, то есть схватываемая бесконечность, она невозможна. Ну и вот этот аргумент здесь используется. То есть то, у чего нет предела, не может стать актуальным. Как же все эти люди могли существовать актуально, если их число бесконечно? Немножко странный вопрос. Одно дело число людей, а другое дело их рождение. Но тем не менее, он имеет в виду что? Он имеет в виду то, что если их действительно было бесконечное количество, а бесконечное количество мы не можем охватить, то мы не можем себе это представить. Мы, естественно, могли бы это опровергнуть. И в свое время, на определенном этапе, когда начнется критика философии Аристотеля, до этого нужно подождать еще некоторое время. Это начнется, может быть, в XIV веке, в XV веке. Начнутся вот такие с разных сторон, благодаря натурофилософии, то есть изучению в том числе физики и астрономии, начнутся самые разные подвижки в сторону того, чтобы те постулаты, которые для философов оказались аксиомами, например, что нет актуальной бесконечности, они на самом деле стали расшатываться. Но на этот момент пока что это несомненный аргумент. И получается, что поскольку мы не можем охватить мысленным взором бесконечное число людей, то значит, они и не могли существовать. И хотя разума под силу считать тысячи, умножать их до бесконечности, это потенциальная бесконечность, которая не может вступить в сферу актуальную. То есть потенциальная бесконечность – это как раз есть вот это самое движение, а схватить эту бесконечность, как бы актуализировать ее невозможно. И то, что является актуальным, может быть сосчитано как единица, и у числа становится актуальным, без сомнения, которое становится актуальным, без сомнения, есть предел. Но то, чему нет предела, как может стать актуальным? Таким образом получается, что у мира есть начало. А также вращения сфер имеют конечное число, ведь у всего, что является бесконечным, нет ни половины, ни удвоения, ни числового соотношения. Ну, и это действительно мы затем услышим в теории множество, действительно, бесконечность, как бы невозможно говорить о половине бесконечного, бесконечность не делится и не удваивается. Но мы знаем, что обращение Солнца соответствует двенадцати обращениям Луны, а также остальные движения сфер соотносятся одно с другим, и обращение одной является частью обращения другой. Но у того, что является бесконечным, у них нет частей. Таким образом, невозможно сравнивать конечное с бесконечным. И вот на основе того, что невозможна актуальная бесконечность, доказывается сотворенность мира. Теперь дальше второе положение. Поль скоро мир является сотворенным, сколько он физическое тело, а физическое тело обязательно обладает движением и покоем, которые являются двумя акцидентами, появляющимися у него последовательными. Ведь то, что происходит с ним, является без сомнения возникшим, поскольку оно происходит. И то, что предшествовало ему, возникло, так как если бы оно было предвечным, оно не исчезло бы. Следовательно, все они, вот эти акциденты, созданы. И то, в чем возникает новое, является возникшим. Потому что оно не предшествовало тому, что в нем возникло. Ведь все новое возникает в нем, следовательно, и оно возникло. То есть все, что сотворено в мире, то, что мир содержит, все является сотворенным. Ну и поскольку все является сотворенным, то отсюда третье положение, что все, что возникло, обязательно должно иметь причину, вызвавшую его возникновение. Ибо то, что возникло, должно было возникнуть в определенный момент времени. Ведь можно было предположить, что его возникновение раньше или позже, но то, что оно возникло в определенное время, нуждается в чем-то, что придает специфичность этому событию. То есть, по сути дела, получается, что и коль скоро мир сотворен, то есть причина и есть определенное время сотворения этого, есть как бы точка отсчета, когда он сотворен. А с другой стороны, Бог вечен, предвечен, и его существование не прекращалось. И получается, что у него нет как бы причины. В этом смысле он является первопричиной. Опять здесь некое соотнесение с философией Аристотеля. Но главное – это то, что он является первым. И это то, что мы хотели доказать. А поскольку Бог является вечным, и его существование не прекратится, и так как у того, что является вечным, не может быть отсутствия, ведь возникновение отсутствия нуждается в причине, так же, как возникновение чего-то нового, ибо ничего не исчезает само по себе, а исчезнет только из-за противоположного себе. Но у него нет противоположности. И кроме того, противоположность, которая являлась бы причиной отсутствия, не может быть предвечной, так же, как уже выяснилось по поводу вечности существования Бога. И невозможно, чтобы он был возникшим. Ведь все, что возникает, есть не что иное, как следствие предвечного. Какие же следствия может сделать несуществующей причину? Следствие не может отрицать причину, то есть все является следствием, а Бог является первопричиной. То есть таким образом доказывается, или постулируется точнее, ведь на самом деле четвертое положение, оно звучало так, Бог вечен. Это просто постулат, не то, что доказывается, просто говорится о том, что мир сотворен, мир не вечен, не предвечен, а Бог вечен, как то, что противопоставлено миру. Точно так же доказывается и то, что Бог бестелесен. Почему? Потому что физическое тело не избежит возникновения в нем новых акцидентов. А то, что подвержено такому изменению, является возникшим. И невозможно считать его акцидентом. Так как акцидент существует в теле его носителя. То есть Бог не может быть акцидентом. Акцидент – следствие тела, и зависит от него, является его предикатом. А Бог превознесется, да превознесется он не будет определен или обособлен пространственно, так как это свойство физического тела. И поэтому отсюда следует, что он бестелесен. Он вечен, он бестелесен. И седьмое положение – Бог знает как грубые, так и тонкие вещи. Здесь может быть не очень хороший перевод насчет грубых и тонких вещей. Имеется в виду, что он знает, вы помните, наверное, этот вопрос, который уже обсуждался. Знает ли он частности, да, то есть знает ли он только виды, как считает, опять же, философ Аристотелики. Или же он знает в том числе и то, что происходит с индивидуумом. И ничего не скрыто от его знаний. Поскольку, как же было прояснено, он сотворил все, распределил, упорядочил. Как сказано, неужели не слышит создавший ухо или не видит сотворивший глаз. То есть Бог знает все, что происходит в подлунном мире. Вообще это то, что представители Калама постулируют в каком-то смысле, да, и в данном случае отходят от философской проблемы. Проблемы того, что знание является знанием вечным, да, то есть Бог обладает знанием того, что неизменно. То, что изменяется, не может подлежать его знанию, потому что его знание неизменно. Такая аргументация. И поэтому он не может знать индивидуумов, которые возникают, уничтожаются, а может знать только то, что относится к рядовой сфере. Ну и здесь еще один его, хотя, а нет, это выделено в восьмое положение. Бог да превознесется он живой. Вы видите, да, что по сути дела то, что делает Иуда Олеви, он перечисляет, что он перечисляет на то, что представители Калама приписывают Богу как его атрибуты. Помните, мы говорили об этом, да, то есть давайте посмотрим. Бог вечен, Бог бестелесен, Бог всезнающий, Бог живет, он живой, поскольку у него есть знание и могущество, поскольку есть у него и жизнь. Знание и могущество являются, собственно говоря, тем, что определяет жизнь. Но не как наша жизнь, определенное чувством и движением, а жизнь, сущность которой, абстрактный интеллект. Здесь приходится тоже и представителям Калама в том числе, да, приходится вносить самые разные оговорки. Мы тоже об этом уже говорили, да, что приписывание Богу различных атрибутов, в том числе и представители Калама чувствуют, что здесь есть некоторая проблема. И пытаются это оговорить. То есть Бог живой, но не такой жизнью, как наша жизнь Бог знает, но не так знает, как мы знаем. Дальше девятое положение, что ему присуща и воля или желание. Поскольку все, что произошло от него, могло произойти противоположным образом, или вовсе не произойти, или произойти раньше времени своего возникновения, или позже его, и его могущество проявилось бы одинаково и в той, и в другой ситуации, то невозможно без желания, которое направило бы могущество к одной из них, а не другой. То есть его желание или воля Бога, она доказывается, собственно говоря, тем, что могло быть и по-другому. То есть мир сотворен таким, как он сотворен, а мог бы быть сотворен теоретически иначе. И это доказывает то, что Бог желает или болит. Хотя мы помним в экспозиции философской он говорил, что Бог ничего не желает, что ему желаете. Желает только тот, у кого чего-то не достает. Бога все достает, теоретическое понятие абсолюта. Оно говорит о том, простого абсолюта, что он не может ничего желать. Но представители Калама, тем не менее, говорят о том, что Бог желает или имеет волю, или является всемогущим, по-другому это выражается. И кто-то может сказать, что достаточно его знания и нет надобности в его могуществе и желании. Так как его знание определяет один из двух моментов времени, одну из двух противоположностей. И его предвечное знание есть причина всего возникшего. И таково мнение философов. И его далее тоже понимает, что в данном случае излагаемый вкратце такой конспект положений Калама, он в себе содержит определенный спор или полемику, или несогласие с мнением философа. И последнее, десятое положение. Желание его превознесется, он предвечен и соответствует его знанию. То есть и желание его, воля, она тоже не такая, как воля людей, она носит предвечный характер. И ничего не произойдет с ним и не изменится. Это, собственно говоря, оговорка, которая связана как раз с желанием. Философ говорит, ну что же вы говорите, желание, значит, что-то не достает. Нет, все ему достает. И тем не менее у него есть воля. Он живет жизнью сущностной, а не приобретенной. И также он может в силу своего могущества. То есть может в данном случае его всемогущество характеризует. А желает в силу своего желания. Ибо невозможно существование чего-либо вместе с его противоположностью. Ну, здесь я, по-моему, пишу примечание такое. Давайте его тоже прочитаем. Все перечисленные атрибуты в качестве акцидентальных, то есть какими они приписываются человеку, предполагают наличие собственной противоположности. То есть если есть желание, то есть и нежелание. Если есть воля, то есть и отсутствие воли. Если есть мудрость или знание, то есть и отсутствие знания. Но Бог вечен и неизменен, поэтому если ему приписываются эти атрибуты, то они в качестве акцидентальных, то нам приходится допуститься существование двух противоположных. Значит, невозможно сказать, что это акциденции. Тогда мы говорим, что мы приписываем эти атрибуты и рассматриваем их не в качестве случайных акцидентальных, а в качестве сущностных, вечных и неизменных. То есть тогда получается, что мы просто его характеризуем этими понятиями, как живой, может быть, неживой тогда. Нет, он не может быть неживым. Живой – это по-другому живой. Знающий, а может быть, и незнающий. Нет, он знающий, но неким иным знанием. Он валящий или всемогущий, а может быть, слабый и ничего не можущий. Нет, мы говорим, не может быть он неможущим и слабым. И тогда получается, что все вот эти атрибуты, которые ему приписывают, они просто с разных сторон, но на самом деле не на том языке, на котором мы обычно говорим, потому что нужно менять содержание этого понятия. Описывают его как бы с разных сторон. То есть это то, с чем будет вот эта теория атрибутов, собственно говоря, и сам его до Олега, если вы помните, мы читали, когда вторую главу с этим в лице Равина полемизируют. И в данном случае вот он перечисляет эти положения Калама, предваряя их тем, что, в принципе, все это, в общем, может быть, и не нужно. То есть может только навредить иногда. То есть это для пропаганды, может быть, хорошо, там еще чего-то, но приверженцу Торы, у которого задействована пророческая душа, все это не нужно. Ну, хазарский царь, после выслушав вот эти самые 10 положений, он говорит о том, что да, все достаточно сказано, это легко запомнить. И нет сомнений, что сказано тобой относительно души и разума, и эти воззрения относительно веры ты привел по памяти со слов других. Но я хочу услышать твой метод и твое мнение. То есть после изложения вот этого, так сказать, списка постулатов Калама, он состоит, давайте еще раз отметим, да, он еще состоит, он начинается с сотворенности мира. Доказав сотворенность мира, мы доказываем существование Творца. Дальше мы говорим о том, что Творец, в отличие от мира, он предвечен, то есть вечен, и затем приписываем ему различные атрибуты, оговаривая то, что на самом деле эти атрибуты приписываются ему не так, как они приписываются нами, обычно, человеку или любой другой земной сущности. Это, собственно говоря, вкратце то, как Иудалевий излагает докторинов Калам. И когда его хазарский царь спрашивает о его собственном мнении, он начинает достаточно странным образом отвечать на этот вопрос. Он говорит так, только упрямец, отворачивающийся от очевидного или судящий предвзято, будет отрицать природу возможного. То есть он начинает с природы возможного. Это немножко странно. То есть сама по себе проблема в средневековой философии возможного или невозможного, она является достаточно актуальной, обсуждаемой. Что имеется в виду? Имеется в виду то, что если я говорю о том, что, предположим, есть первопричина, есть ряд следствий, которые влечет за собой эта причина, порождая, так сказать, весь универсум постепенно, я могу сказать, что нет ничего, что являлось бы возможным. Все, что порождается этой первопричиной, является необходимым следствием. Чего? Этой самой причиной. У меня есть причина, у меня есть следствие. Это следствие необходимое? Необходимое. А как же тогда возможно? Есть ли вообще, так сказать, универсуме что-то, что является возможным, а не необходимым? То есть возможно да, возможно нет. И вот эта природа возможного, она действительно вызывает у философов, как раз, да, не столько у представителей, например, Калама, а именно у философов, и у философов-аристотеликов особенностей, она возникает, вызывает особый интерес и дискуссии по этому поводу. И здесь любопытно то, что Равин начинает именно с этого, он говорит, да, ты изложи свой метод, свое мнение. И он начинает именно с вот этой самой природы возможного. Сейчас мы видим, почему он это делает. Вот ты видишь, что даже он готовит себя к чему-то, то есть тот, кто отрицает природу возможную, надеется на что-то, чего-то опасается. То есть тот, кто придерживается концепции детерминизма, тем не менее, говорит, Равин, он все равно чего-то надеется на что-то, чего-то опасается. Значит, он считает, что есть к чему готовиться. То, к чему он готовится, оно возможно. И верит, что его подготовка поможет. Понятно, если бы он считал, что это непременно должно произойти. Он принял бы это и, например, не готовился бы с оружием к бою со своим врагом и не заготавливал бы пищу, опасаясь голода. И если он полагает, что подготовка необходима должна принести в пользу, а отсутствие подготовки вред, то тем самым он уже признал промежуточные причины. Вот он говорит теперь о промежуточных причинах. То есть природа, возможно, связывается с промежуточными причинами. И об этом мы с вами не читали этот фрагмент, но Саади Гаон про промежуточные причины тоже ведет речь. То есть Саади Гаона это тоже мы можем обнаружить. И среди промежуточных причин нужно указать и желание. Желание в данном случае, естественно, имеется в виду желание не Бога, а желание человека. И если он будет, вот этот упрямец, который придерживается детерминизма, будет честен самим собой и не будет упрямиться, то признает, что от него самого зависит, желать или не желать. А в том, что касается возможных для него действий, то он хотел – совершил, а хотел – не совершил. И нет в этом отрицания божественного проведения. Но все возвращается к нему различными способами, как я это объясню. То есть, по сути дела, Равин начинает с этой проблемы, проблемы наличия божественного проведения. И вместе с тем природой возможного. Как может быть что-то возможным, если есть божественное проведение и в каком смысле все предопределено его желанием или его системой причинно-следственных связей. Неважно, как бы мы это ни определили, либо его желанием, желание его неизменное. Что он говорил, по крайней мере, представители Калама так считают. Он тоже не может, наверное, сказать, что желание его является изменяемым во времени. Иначе это было бы как бы уже не чистым англоизм. При этом здесь важно понять то, что… Точнее, обратить внимание важно. Важно обратить внимание на то, что Равин мог бы с точки зрения даже того изложения, которое ведет Иудалию в своей книге, мог бы избегать вообще всех этих вопросов. Говорить о том, что все это схоластик. Знание, оно просто… Вот если у тебя пророческая душа есть, тебе оно открывается, и тогда ты все знаешь. И нечего пытаться с помощью умозрения что-то такое понять. Как сочетается божественное провидение с природой возможного? Не знаем, мог бы сказать он. Но нет. Он упускается в некоторые рассуждения. Эти рассуждения, коль скоро он их ведет, он ведет их, попадая на какое поле? Он попадает на поле философии. Потому что в конечном счете это проблема, которая обсуждается философами. И неважно, каким образом ты ее решишь. Но коль скоро ты считаешь, что эта проблема существует, то ты невольно оказываешься в области философии. Естественно, что здесь есть определенная ловушка, что ли, в самой подаче от имени Равина всего того, что говорит Иудалий. Ловушка, я уже сказал, в чем состоит. Ловушка состоит в том, что я говорю, либо я говорю, что есть какие-то вопросы, мы об этом ничего не знаем, говорить не можем. Как он и сказал до этого. Мы можем сказать, например, как обжечь кирпич. Мы можем сказать, как построить лодку. Мы можем сказать, предположим, нечто про астрономические какие-то явления. Можем сказать. То есть, есть определенного рода вещи, относительно которых человеческий разум вполне нормально работает. То есть, мы можем правильно разделить поле. Мы можем измерить площадь этого поля. Мы можем предположить, какой будет урожай, если вот столько-то засеять или не засеять. Вот эти все вещи прекрасно решаются человеческим разумом. А те вещи, которые граничат с метафизикой, на границе между, скажем, назовем это высокой физикой и метафизикой, эти вещи мы не можем знать, и это может знать только пророк. И поэтому решать вопрос относительно природы возможного – это не наша задача. Но, как мы видим, раввин, когда его спрашивает фазарский царь о его методе, он, тем не менее, пускается вот в эти рассуждения относительно природы возможного. И чтобы решить вот этот, как бы, парадокс, о котором я сказал, ну, наверное, у нас есть единственная возможность объяснить это, чтобы не создать впечатление противоречивости слов раввина, сказать о том, что, по-видимому, он полагает, что природа возможного – это не область метафизики, а это область, которую, в принципе, человеческий разум вполне может охватить и решить вот этот самый парадокс божественного проведения наряду с существованием природы возможного. И он говорит так. Можно сказать, что все следствия соотносятся с первопричиной двумя способами – или в соответствии с непосредственной своей целью, или в качестве звена в цепи причинно-следственных связей. То есть это либо непосредственное следствие, либо некий элемент в цепочке. Примерами первого типа служит явный порядок и иерархия среди живых существ, растений, сфер, которые любой разумный наблюдатель не сможет приписать случаю, а лишь намерению мудрого деятеля, который устанавливает всему свое место и определяет каждую моего долю. То есть мы понимаем, что здесь он намекает на то, что есть растения, есть животные, есть люди, и этот порядок совершенно очевидный, и он соотносится с первопричиной. А пример второго типа – это когда огонь сжигает, например, вот эту балку. Огонь – это тонкое, горячее, воздействующее тело, а балка – это пористое тело, подвергающееся воздействию. Тонкому и воздействующему свойственно действовать в объекте воздействия, а сухому и теплому свойственно нагревать объект воздействия и уничтожать в нем влагу, пока не разъединятся его части. И нетрудно обнаружить причины этих воздействий и подверженности воздействия. И, возможно, ты найдешь причины этих причин, пока не дойдешь до воздействия сфер. Признает, что сферы, как говорят философы, сферы воздействуют на то, что происходит в нашем подлунном мире. И когда я вижу, что огонь сжигает балку, то я знаю, что здесь соприкасаются два материала, которые должны породить такого рода эффект. Но причина того, что вот этот конкретный огонь сжигает эту конкретную балку, мне можно искать, переходя от одной причины к другой, почему эта балка оказалась здесь, почему огонь загорелся и так далее. И вот эти исследования того, что как к этому делу подошло, именно к этому конкретному случаю, я могу дойти вплоть до воздействия сфер. А затем ты дойдешь до причины действия сферы, таким образом до первопричины. То есть можно добраться до первопричины, исходя из вот этого конкретного эпизода. И поэтому будет справедливое высказывание, что все предопределено. Богом да превознесется Он, но и справедливым будет высказывание о свободе выбора и наличии случайностей, не исключающих при этом божественного предопределения. То есть он говорит о том, что вот в этой системе причинно-следственных связей по сути дела существуют в каком-то смысле свободные направления. Это свободные направления. Они могут быть такими, что вот у меня две дорожки, и, предположим, вагонетка может покатиться в одну сторону, а может покатиться в другую сторону. Обе дорожки являются следствием вот этих самых системы причинно-следственных связей. Сама движение вагонетки тоже. Но при этом внутри всего этого порядка существуют своего рода свободные повороты, свободные развилки. Эти свободные развилки не отрицают предопределение. То есть предопределение подразумевает в себя и ту, и другую возможность. То, что бы реализовалась эта возможность, не отрицает того, что это предопределено. Но если бы реализовалась другая, то тоже было бы предопределено. То есть одно не исключает другого. Вот эта развилка не исключает наличие предопределенности. Вы видите, что это философское рассуждение, от которого органин мог бы и удержаться. Но он не воздерживается, а именно его берет за основу, за отправную точку своего рассуждения. И если хочешь понять это лучше, представь следующую классификацию. Воздействия могут быть божественные, или природные, или случайные. Или в соответствии с выбором человека. Видите, эти развилки теперь, он характеризует определенным образом. То есть есть воздействие божественное, есть природные, то есть законы природы, есть случайные в том числе, а вагонетка пришла туда или сюда. И есть в соответствии с выбором человека. То есть человек в этой системе причинно-следственных связей является своего рода, ну, вот таким вот, этим самым, как они называются, эти ребята, которые переключают направление вагонеток, я уже забыл, вот этими дежурными при поездах. То есть он захочет, может пустить в эту сторону, захочет, может пустить в эту. То есть он может выбрать туда, а может выбрать сюда. И они задуманы, люди задуманы, как вот такие вот точки, в которых происходит вот эта самая развилка. Божественные исходят непосредственно от первопричины и осуществляются непременно. У них нет иной причины, кроме желания Бога, да превознесется он. То есть если есть божественная причина, то она реализуется однозначно. Природные воздействия происходят благодаря цепи промежуточных причин, подготавливающих воздействие и доводящих до конечного результата. И если этому воспрепятствует одна из причин, относящаяся к другим трем типам, каким трем типам? Ну, либо случайные, либо в соответствии с выбором человека, либо, может быть, божественное вмешательство. Случайные воздействия также происходят по промежуточным причинам, но они происходят случайно, не благодаря законам природы и не в соответствии с порядком. То есть в законах природы, несмотря на то, что законы природы вроде бы это законы, и они неизменны. И тем не менее, и они тоже могут пойти как бы разными путями, то есть в зависимости от того, на что они натолкнутся. Ну, например, вода. Я приводил пример с вагонеткой, можем привести пример с водой. Вот ручей, да, то есть, понятно, он находится, предположим, где-нибудь ключ, который бьет где-то в горах. И направление потока воды, который постепенно превращается в реку и ее русло, в каком-то смысле определены природными законами, да, того, что вода раздувает, вода там стремится к тому, чтобы спуститься вниз, ну и так далее, и так далее. Это все законы природы. Но русло конкретное, оно может быть разным, да, но и оно вариативно. И если мы получим русло, значит, с изгибом в правую сторону, мы не сможем сказать, что это не предопределено. Это предопределено. Если мы увидим иную картину, русло в левую сторону загиб, то и это тоже предопределено. Но, тем не менее, осуществилось, например, это, а не это. А могло бы осуществиться это. Почему? Ну, потому что там был, предположим, камень, который был неровным, и вода потекла там, предположим, в правую или левую сторону. Случайные воздействия, он говорит, также происходят по промежуточным причинам, но не происходит случайное, и не благодаря закону природы, и не в соответствии с порядком, и не по намерению. И в них заложены подготовка и завершение действия, к которым бы они стремились, и в которых бы утвердились. И они зависимы от трех других типов причин. То есть все эти причины, кроме всего прочего, у нас есть четыре типа причин, и они все накладываются одно на другое. То есть если там, например, был человек, он возьмет, и этот изгиб реки, который был в правую сторону, возьмет и изменит русло реки. Почему? Потому что он так захотел. Ну, в божественной как бы системе, в картине мира божественной, это и есть, собственно говоря, человек, и есть вот такая, скажем так, деталька, которая может именно это осуществить. Но причиной тех, что происходит в соответствии с выбором человека, является желание человека во время его выбора. И выбор – это одна из промежуточных причин. И у того или иного выбора также есть причины, цепь которых доходят до первопричины. То есть мы можем проследить, почему человек выбрал то, а не другое. Мы можем проследить причинно-следственную связь. Но это не исключает того, что он мог бы выбрать и другое. И мы бы тогда тоже нашли причинно-следственную связь. То есть мы не можем сказать, то, что пытается нам описать Равин или Иуда Олеви, мы не можем сказать, что вариативность вот этой самой системы причинно-следственных связей противоречит тому, что все происходит первопричиной. То есть картина детерминиста, которая говорит о том, что все предопределено и жестко работает, с его точки зрения неверно. Почему? Потому что на самом деле сама система причинно-следственных связей такова, что в ней заложены вот эти, это вариативность, эти переключения. И эти переключения есть то, о чем он с самого начала говорил, это природа возможна. То есть возможно река потечет, вода потечет в правую сторону, возможно в левую сторону, возможно русло будет такое, возможно русло будет другое, возможно там Рео Вен выберет то, а может быть он выберет другое. И то, и другое находятся в рамках причинно-следственных связей, но вариативно. Но эта цепь не связана неизбежной причинно-следственной связи. Вот это не то, что я сказал. То есть она не является неизбежной, то есть она не является однозначной. Потому что наличествует возможность, и душа находится между воззрением и его противоположностью. Она выберет то, что захочет. Именно поэтому душа может быть восхвалена или осуждена за свой выбор. А детерминисты говорят о том, что невозможно наказывать. Вплоть до... Ну и есть современные мыслители, которые говорят о том, что человек это такой, ну, своеобразная машина, в которой работают химические всякие прочие реакции. И наказывать преступников нет за что, потому что у них так это работает. То есть такие химические процессы пошли. От него ничего не зависит. Но раввин, естественно, в данном случае этому противится. Такому подходу, который сегодня воспроизводится некоторыми биологами, физиологами. Достаточно популярными, на самом деле. Но и она и в средние века, естественно, тоже существовала. Это доктрина полного детерминизма. И тогда, получается, не за что осуждать и награждать тоже. Душа может быть восхвалена или осуждена за свой выбор. Что не имело бы смысла в отношении других промежуточных причин. Так как нельзя обвинить случайную или природную причину, несмотря на то, что у некоторых из них есть возможность, вариативность есть. Ведь ты не обвинишь ребенка или спящего, если они причинили тебе вред. Хотя все могло сложиться противоположным образом. Ты не обвинишь их, потому что их действия не подчинены разуму. Ну и дальше он продолжает взгляни на тех, кто отрицает возможное. То есть мы поняли уже его как бы картину. Он ее подтверждает просто тем, что действительно человек, который отрицает возможное, ведет себя так, как будто бы возможное все равно присутствует. Ну и дальше мы опустим дальнейшее его рассуждение. Он, собственно говоря, про это достаточно долго говорит. Ну и вот здесь он добавляет, что лишь чудеса и знамения происходят по абсолютному божественному предопределению, которое не зависит от промежуточных причин. То есть божественное предопределение это действительно система причинно-следственных связей, но это причина вариативная, и в которой возможны самые разные, так сказать, веточки. То есть события могут развиваться по одной ветке, могут развиваться по другой ветке, и сама эта ветвистость это и есть предопределение, а происходящее по той или другой ветке это есть то, что называется возможно. А вот чудеса и знамения происходят по абсолютному божественному предопределению и не зависят от промежуточных причин. Ну хорошо, это то, с чего он начал, ведь о чем просил казарский царь? Он просил о том, чтобы тот рассказал свой метод, и он начал вот именно с этого. Итак, если человек будет активно действовать в том, что касается промежуточных причин, а в том, что сокрыт от него с чистыми помыслами припоручить себя Богу, он преуспеет и не разочаркуется. Но тот, кто подвергает себя явной опасности, уповая на Бога, приступает, указания, не испытывайте Всевышнего и так далее. Как бы, полагая, что Богу известно, слушается его человек или будет он повиноваться и так далее, то есть любой детерминист, который говорит, а что с меня взять, он с этой точки зрения неправ. То есть теперь мы видим, что вот это, с одной стороны, абстрактная философская проблема переводится раввином, естественно, в план, в область действия, то есть как человек действует. Он говорит о том, что детерминист может говорить о том, что, ну, что я могу поделать, да, то есть от меня ничего не зависит, Богу известно, кто я, злодей, праведник, и как я поступлю и так далее, и он тем самым снимает с себя ответственность. А раввин, естественно, хочет, и удалеве хочет подчеркнуть о том, что на самом деле действия человека чрезвычайно важны, ему как раз нужно активно действовать в том, что касается промежуточных причин. То есть как раз наличие вариативности вот в этой системе, исходящей от первопричины, и есть то, что дает возможность человеку участвовать в этом, и, так сказать, изменить русло реки в правильном направлении или дать возможность событиям развиваться так, а не иначе. И отсюда, собственно говоря, и следует то, что человек должен, как он говорит, в том, что касается промежуточных причин, активно действовать, а в том, что от него не зависит, он припоручает себя Богу, в каком смысле слушается, как бы заповеди, то есть он не знает, как, чего, а вот заповеди даны, и поэтому он в соответствии с этим себя ведет. И, следовательно, причиной послушания того, кто слушается, будет повеление о послушании. И также Богу заранее известно неповиновение ослушников всего промежуточных причин или из-за скверного окружения, или из-за дурного темперамента, или из-за склонности к покое и удовольствию. Но и в этом случае божественное наставление смягчает неповиновение. Ведь известно, что наставление влияет на душу в любом случае. Душа ослушника поддается воздействию, даже если это воздействие будет небольшим. Особенно, если это наставление дано многим людям, ибо в этом случае среди них найдется кто-нибудь, кто примет его, и таким образом наставление принесет пользу и не будет напрасным. Это описание, собственно говоря, Торы и ее предназначение. То есть Тора, по сути дела, что делает Тора? Тора дает возможность человеку или массе людей, независимо от того, в каком окружении он находится, независимо от того, дурной у него темперамент, то есть смесь вот этих первоэлементов, точнее, смесь жидкостей четырех не очень хорошая, или разные склонности, которые определяются, тоже целой цепочкой причин и следствий. И тем не менее, и на людей с, так сказать, негативной, назовем это так, причинно-следственной связью, которая породила их темперамент, их место жительства и прочее, прочее, тем не менее, Тора дает возможность каждому определенным образом улучшить, так сказать, развитие событий вот в той подвижной, вариативной системе причинно-следственных связей. И дальше он излагает свои постулаты. Первый из постулатов, на которых зиждется этого зрения, это признание первопричин, то есть признание того, что он мудрый деятель, и в его деяниях нет напрасного, и во всем царят мудрость и порядок, относительно чего не возникает сомнения. И подтверждением это является большая часть сотворенного, каким оно укореняется в душе того, кто изучает это, достигая веры в то, что нет изъяна в его действиях. И если возникнет человеку небольшое сомнение, да не поколеблется его вера, пусть он отнесет возникшее недоразумение к ограниченности своего разума и недостатку точности в исследовании. увидеть, что первый постулат все-таки предполагает какое-то исследование все равно, да, то есть есть признание первопричины и есть некое первоначальное предположение относительно того, что все устроено прекрасно, есть мудрость, есть порядок, мир устроен замечательно. Если кажется, что это не так, например, Йову, кажется, что что-то не так, то он значит чего-то не понимает. Но получается, что для того, чтобы понять, ему необходимо какое-то исследование, да, вот есть ограниченность разума и недостатка точности в исследовании, значит, исследование, собственно говоря, предполагается. В очередной раз мы видим, да, что несмотря на критику философии, на критику, так сказать, возможности человеческого разума, раввин для удалевий не отрицает их. Нет, он не отрицает их, он говорит только об их ограниченности, он говорит о том, что они нужны, полезны, важны и так далее, но ограничены. То есть первый постулат это признание первопричины. Вы могли бы спросить, ну хорошо, а чем же это отличается от постулата, который приводился выше в Каламах, то есть творец, это же то же самое, да, творец, который сотворил, он мудрый деятель, ничем, вроде бы ничем не отличается, да, то есть, но признание первопричины здесь, оно не является признанием, основанным на каком-то доказательстве, да, то есть оно не не мимикрирует под теорему, оно просто является, так сказать, признанием того, что это так, и доказательств как бы этому особо нет, хотя перед этим мы видели, да, рассуждение о причинах возможного и божественного предопределения, который связан с этой первопричиной, и это, в общем, достаточно сложная концепция, концепция вот этой самой вариативной цепочки этих причинно-следственных связей. Второй постулат признание промежуточных причин, то есть признание вариативности, однако не в качестве действующих причин, а причин наподобие материальных или инструментальных, так, например, семя и кровь, материя для человека, и органы порождения соединяют их, а жизненный дух, жизненные силы и инструменты, которыми Бог пользуется по своей воле, чтобы завершить форму человека и его образ, его способность плодоносить и питаться, и даже при сотворении мира была необходимость в промежуточных причинах, так, например, прах послужил материалом для создания Адама, может было просто сделать Адама, но нет, он создается из земли, из праха, поэтому нельзя не признать наличие вот этих самых промежуточных причин. Третий постулат, Бог наделяет материю самой лучшей и совершенной из форм, которую она может получить. И опять мы видим, собственно говоря, прекрасно, как это Аристотель, да, опять же, материя, форма, благ не лишает своей милости и мудрости управления ничего, и существующая его мудрость в создании, например, блохи или жука не меньше его мудрости в упорядоченных сферах, а различие вещей связано с их материей. Ну, так и считают, собственно говоря, философы Аристотелики, что это связано с материей, действительно, то, какая форма как бы схватывает какого рода материю, соединяется с какого рода материи. Четвертый постулат, признание того, что в существующем наличии существуют высшие и низшие ступени. Существо, имеющее разум, восприятие чувства выше того, у кого этого нет, но ближе к ступени первопричины, которая является разумом. Первопричина является разумом, но это же, собственно говоря, Аристотель, опять, Аристотелики, точнее, да, и Аристотель, может быть, но Аристотелики по своей сущности первопричина, разум по своей сущности. Поэтому низшие из растений выше по своей ступени, чем самым благородным из материалов, понятно, растения выше материалов, животные выше растений, люди, как мы говорили, видели, да, он говорит, Выше животных, а есть те, кто выше людей. Но здесь, вот в этом концовке, мы видим некоторое смягчение той позиции, которую мы видели раньше. То есть, если мы видели позицию о том, что эта самая пророческая душа, она свойственна иудеям, и в каком смысле бесполезно тут что-то пытаться. Это просто другие существа, есть люди, есть пророки, потенциальные пророки, это и есть иудеи. То есть, здесь мы видим смягчение этой позиции. Так, самый низкий из последователей Торы выше по своей ступени, чем самый великий из непризнающих ее. То есть, есть люди, достигшие интеллектуального совершенства, например, и реализовавшие свою видовую форму, форму человека. Но тот, кто является последователем Торы, он говорит иудей, последователем Торы, тот оказывается выше. Почему выше? Потому что он причастен вот этому божественному знанию, раз он последователь Торы. Так как божественная Тора придает душам поведение и свойства ангелов, чего нельзя достичь иным путем. Немножко по-другому здесь сформулировано. Там была формулировка, что это, собственно говоря, ничто иное, как пророческая душа. И реализация этой пророческой души, естественно, зависит от места, от времени, от того всего пятого-десятого, так же, как реализация интеллектуального совершенства. Но это свойство присущее, потенциально присутствующее, оно отделяет вот этих людей. Людей уже теперь в кавычках, потому что они не совсем люди. То есть люди тоже животные, эти тоже в каком смысле люди, но сверх-люди. То есть здесь он говорит о том, что сама Тора предает. Но если Тора предает, и не говорится о пророчестве, говорится о свойства ангелов, ну что тоже является сверхчеловеческими качествами. Но отсюда можно услышать, что, ну, предположим, а кто-то решил принять Тору, например, хазарский царь. И что тогда? И тогда, может быть, да, он может достичь вот этого уровня ангелов. Доказательство этому в том, что постоянное исполнение Торы поднимает до ступени откровения, которое является наиболее близкой к божественной из всех доступных ступеней. Поэтому даже нарушающий Тору, ее приверженец, лучше, чем никогда ее не соблюдавший. Так как первому божественная Тора уже сообщила ангельское поведение, через которое ему было дано видеть ступень ангелов. А тому, кто никогда не соблюдал, нет. И хотя из своего неповиновения он уже потерял эту ступень, у него осталось впечатление от нее, осталось желание к ней приблизиться. Более того, если бы ему был дан выбор, то он бы не выбрал ступень тех, кто никогда не знал Торы. Так заболевший и страдающий человек, будь ему предоставлен выбор, он не предпочел бы стать наслаждающейся жизнью и лишенной страданий лошадью, или рыбой, или птицей. Ибо это означало бы для него потерять разум, приближающий его к ступеням Бога. Так, тот, кто был привержен сам Торы и, по сути дела, каким-то образом соотносился с ангелической сферой, был ангелом, а не человеком, в каком-то смысле, да, пусть потенциально, никогда не согласится, так говорит, по крайней мере, Равин нам здесь, или Удалеви, не согласится спуститься на более низкий уровень, даже если он понимает, что он там нарушил, то все, пятое-десятое, то есть он далек, далек от того, собственно говоря, того, чтобы достигнуть, собственно, от этого ангелического состояния, но тем не менее он находится на ступени, которая выше ступени человеческой, и спуститься туда ни за что бы не согласился. Но, как мы видим, вот в этом фрагменте нет наличия вот того российского мотива, согласно которому здесь не сказано, что это людей, по природе такой, здесь речь идет о принятии или не принятии Тора. Пятый постулат. Души воспринимают назидание, если оно приемлемо для разума. Опять мы видим, в общем, признание, признание сферы разумного как совершенно необходимую. Истинное назидание приносит пользу в любом случае. И даже если согрешивший не оставляет своих деяний, благодаря назиданию в его душе может загореться искра, и он осознает или осознает, что его поступки дурны. А это уже начало раскаяния. Мы видим, что все эти постулаты, кроме, вот есть некая преамбула относительно природы возможного и божественного предопределения, а все остальные постулаты, они на самом деле, в общем, носят не столько теоретический характер, сколько практически. Ну, за исключением, может быть, первых трех. То есть это признание первопричины, признание промежуточных причин, то есть, собственно говоря, той системы, которая была изложена раньше, и признание того, что все находится в наилучшем состоянии, в совершенном. А дальше принятие вот этих трех, можно сказать, тезисов, или трех этих аксиом, оно ведет к практической реализации, к практической жизни чего. Ну, собственно говоря, например, если речь идет о принявшем Тору, речь идет о соблюдении заповедей и о том, что он, даже нарушая что-то, не должен расставаться с этим и прислушиваться к назиданиям и так далее. И в силах человека, это шестой постулат, совершать зло или воздерживаться от него в рамках того, что является для него возможным. То есть в рамках этой вариативной системы человек может совершать зло. А невозможность избежать зла может быть вызвана либо отсутствием промежуточных причин, либо тем, что человек не знает о них. Например, если безродный бедняк, несведущий в искусстве управления, хочет стать главой группы людей или народа, то для него это будет невозможно. Здесь несколько наивная средневековая точка зрения. Мы видим, что может, да, может безродный бедняк, несведущий в искусстве управления. Очень хорошо даже у многих получается. А если бы он был сведущ в тех промежуточных причинах, которые необходимы для этого, и мог бы с умом осуществить требования, то, возможно, преуспел бы в своем стремлении. Так же, как он осуществляет другие свои желания. То есть он говорит о том, что есть ограничения. Человек не все может сделать. То есть есть некие обстоятельства, или некоторый общий контекст, что ли, который человек не способен по тем или иным причинам преодолеть. Так человек способен быть главой в своем доме, управлять своими сыновьями и слугами, в еще большей степени он властен над своими органами и приводит их в движение по своему желанию, а также говорит по своему желанию. Кроме того, он владеет своей мыслью, воображением и способен представить, как далекое, так и близкое, когда он захочет, как захочет. Ибо он управляет соответствующими промежуточными причинами. Поэтому невозможно, чтобы слабый игрок победил сильного в шантранж. Это игра, которая предшествует шахматам. И не говорят при игре в шантранж об успехе и невезении, как говорят о сопернических двух военачальниках, поскольку условия игры, вот в эти шахматы такие, до-шахматы, прото-шахматы, определены правилами, и всегда побеждает умнейший, лучше постигнувший эти правила. И он может не опасаться природных или случайных причин, при которых он будет побежден, и не боится случайных причин. Это бывает редко из-за забывчивости, а забывчивость относится к невежеству и так далее. Но вместе с тем все относится к первопричине, согласно упомянутым путям. То есть, несмотря на вот эту вариативность, несмотря на наличие возможностей у человека, тогда, так сказать, этой вариативностью управлять, тем не менее, все соотносится с первопричиной. Ну, а возможности управлять, он сейчас сказал, что возможности управлять человеком, они ограничены. Кто-то может, а кто-то не может. То есть, хороший игрок в шахматы не проиграет плохому игроку, и плохой игрок, в этом смысле, сколько бы ни хотел, выиграть не может. Это так, это касается многих других вещей. То есть, изменить русло реки можно, а изменить движение луны, например, нельзя. Пока, по крайней мере. И непосредственное божественное намерение очевидно во всем, что происходило с сынами Израиля, пока шхина пребывала среди них. Относительно того, что происходило после этого, трудно решить. Являлись ли эти события следствием непосредственного божественного намерения, или следствием воздействия небесных сфер, или следствием случайных причин. Хотя сердце верующего не сомневается в божественном намерении, но у нас нет ясного доказательства. Видите, что, говоря о дальнейшей истории, история для него, как мы говорили, является очень важным моментом, более важным, вроде бы, чем теология, хотя на самом деле вот эти постулаты, которые здесь изложены, они в каком-то смысле являются альтернативной теологией, где некоторые вещи принимаются в каком-то смысле без доказательств, то есть не на основе философских рассуждений, а просто как некий тезис, как аксиома. Это характерно как раз для представителей Калама, но вот эти базисные вещи, они другие, они представления вот об этом, об этой вариативной системе причинно-следственных связей. Ну, и в заключении, значит, Равин говорит, эти и подобные им вопросы относятся к темам, которые хорошо исследовать. Сюда же относятся и вопросы о том, как Бог судит людей, необходимости полагаться на слово пророка, а также вопросы соответствия каждого греха наказанию за него, согласно сказанному в Писании. То есть, по сути дела, он говорит о том, что эти темы, почему они важны, эти темы, да, почему их нужно исследовать, потому что от них зависит наше представление о награде и наказании, да, и, собственно говоря, о том, что будет с человеком, о том, например, искупает раскаяние, а что не искупает раскаяние, условия раскаяния и так далее. То есть, по сути дела, он говорит о том, что те вопросы, которые я поставил, о которых есть мнение, что необходимо их исследовать, это те вопросы, которые непосредственно влияют на человеческое поведение и на восприятие человеком своих и чужих поступков. Ну, еще раз, опять же, полемизируя уже с Иуда и Леви, мы могли бы сказать, так и представители Калама тоже самое говорят, да, они же, собственно говоря, после того, как говорят, что Бог единый, Бог справедлив, они переходят как раз к награде и наказанию. Они как раз говорят о том, что нужно послушание и так далее. То есть, по сути дела, теологическая доктрина, в том числе Калама и Отцов Церкви, в общем, тоже, она в конечном счете ведет тоже к тому, что человек может определить правильные действия, отличить от неправильных действий, иметь возможность говорить о награде и наказании и так далее. То есть, другими словами, получается, что в конце книги, несмотря на критику Калама и возобновленную критику, в том числе и философов-аристотеликов, нам предоставляется некая тоже доктрина, которая является неким подобием, хотя это вариация, то есть, это не то же самое, что Калам, основана на других мотивах, не на мотиве сотворенности мира или единственности и справедливости Бога. Не на этом она основана, она основана на, в общем-то, некой как раз философской концепции, концепции наличия вот этого соотнесения наличия природы возможного и божественного предопределения. Если человек придет в своем исследовании к познанию первой сущности и ее атрибутов, пусть не пытается двигаться дальше, ибо увидит он, что за ними завеса ослепительного света. То есть, здесь он еще раз говорит о том, что исследование возможно, но до определенных пределов. И дальше исследовать невозможно. А в конце говорит, что достигнув вот этой ступени познания сущего, мы должны сказать, что несомненно, есть нечто, не являющееся телом, что управляет всем миром телесного, но наш разум не в состоянии исследовать его. Поэтому мы должны внимательно изучить его действия и воздержаться от описания его сущности. И поскольку, если бы мы постигли его сущность, это свидетельствовало бы об изъяне в нем. Если мы постигаем, то значит, в нем есть изъян, потому что у нас человеческий разум. И стало быть, если мы своим человеческим разумом можем объять это сущее, то оно несовершенно. Поэтому мы не станем вообще отнимать внимание на слова философов, которые делят божественный мир на различные уровни. Для нас, коль скоро речь идет о нематериальном мире, есть одна ступень божественная. И нет управляющего телами, кроме одного Бога. Что он имеет в виду? Он имеет в виду здесь вот эту систему сфер. То есть, по сути, отрицание того, что божественное управление, хотя он только что говорил сам о причинах и следствиях и так далее, и говорил о влиянии божественных сфер. Но философы и аристотелики говорят о чем? Они говорят о слиянии, например, с активным интеллектом. То есть, активный интеллект в каком-то смысле оказывается своеобразной заменой Бога. То, что говорит здесь Равин, это то, что вот этот божественный мир, он не имеет уровней. Он не имеет различных уровней, то есть, вот здесь я как раз пишу, что имеется в виду иерархия небесных сфер и отделенных от материи интеллектов. А есть одна божественная ступень, и управление осуществляется Богом. А то, что привело философов к преумножению божественных сущностей, это изучение движения как раз сфер, которых они насчитали более 40. Ну, он сам говорил в начале его 10, да, здесь уже 40. Я говорил вам о том, что там действительно есть споры относительно их количества. И решили они, что у каждого из движений своя причина, отличная от остальных. То есть, приписали каждый из сфер, интеллект, отделенный от материи. И привело их это к заключению, что эти движения произвольные, а не вынужденные, или природные. Что не совсем так. На самом деле, далеко не все считают, что, несмотря на наличие самого интеллекта, это движение произвольное, а не вынужденное. Потому что есть первопричина, которая запускает весь этот процесс. Но так или иначе, вот он говорит, что самая нижняя ступень интеллектов, самая близкая к нам – это активный интеллект. По мнению философов, он управляет этим нищим миром. А далее они рассматривают материальный интеллект, душу, природу, природные и жизненные силы и силу каждого из органов. И вся эта точная картина полезна для обострения ума, но не ведет к познанию истины. И соблазнившись этим, в любом случае, ты оказываешься неверующим. Ну, собственно говоря, дальше уже историческое еврейские моменты еврейские. Там Мудрец задумал оставить страну Хазар, направиться в Иерусалим и так далее. Это уже не столь важно. Мы видим, в общем, я хотел перейти сегодня к дальнейшему. Не получилось, но мы совершили, в общем, такое вот беглое, может быть, фрагментарное чтение этого произведения Иуды и Леви, которое для еврейской мысли является очень важным не только в Средние века, но и в Новое время. Многие еврейские философы, так сказать, вдохновлялись мыслью Иуды и Леви, например, Франца, Зенцвейка, ну и многие другие. И мы видим, что вот сама эта позиция или, если можно так сказать, философия Иуды и Леви, она является действительно очень неопределенной, то есть так, можно было бы сказать, несмотря на то, что есть более-менее ясные концепции, но в каком-то смысле она балансирует между теологией и философией. В область теологии или существующая теология, существующая теология Калам его не устраивает. Не устраивает в том числе почему? Потому что она, так сказать, слабофилософская. Философия не устраивает его, потому что философия не дает ответов на те вопросы, которые на самом деле являются вопросами, на которые дает ответ как раз теология. И в итоге получается, что признавая определенную роль разума и так далее, он оказывается как бы между тем и другим, между теологией и философией в том смысле, что берет из философии нечто, что кажется ему правильным, потому что вообще философия не отрицательная вещь, а вполне положительная. Миш, перезвоню, у меня урок. Она положительная, но в определенных границах. И вот эти границы, если провести и попробовать сочетать то, что дают собственно говоря философские познания, например, в рассуждениях о природе возможного, то можно построить теологию, которая будет лучше, чем теология Калам. Ну, а помимо всего прочего, да, вот это ограничение философского знания и разума дополняется чем? Дополняется вот этой самой концепцией непосредственного контакта с миром божественного, который называется божественным логосом или божественной торой, которая дает нам возможность действовать, полагаясь не на разум, а на как бы истинное знание, исходящее от непосредственно божественного источника. Ну, и в соответствии с этим есть корректировка общей доктрины философской, как раз в области метафизики и, может быть, в некоторых разделах физики. А с другой стороны, есть и корректировка Калама, хотя мы видели, что про Калама не очень много сказано, были во второй главе рассуждения о божественных атрибутах, которые в каком-то смысле содержат такого рода полемику, несмотря на некоторое искусство. И в конце, вот в этой концовке мы увидели прямое соположение, да, вот постулаты Калама, а вот типа мои постулаты. Мои постулаты отличаются, но отличаются они некой, неким базисом, который является, на самом деле, базисом философским. А по результату и Калам, и теология, скажем так, Евуда Леви, говорит о том, как же человеку действовать, что же человек должен делать. И это то, что с его точки зрения философов мало интересует, или точнее философы говорят о том, что единственное действие, которое нужно совершать, это учиться, учиться и учиться, то есть совершенствовать интеллект. Ну, вот на этом мы, пожалуй, закончим наши студии, связанные с Евгодой Леви, его книжкой Кузари. Если есть вопросы какие-то, пожалуйста. Ну, вот я бы хотел уточнить насчет актуальной потенциальной бесконечности. В каком смысле это является аргументом отваживания от философии и слабости ее. Собственно, в любом случае это является предметом веры, мы никак не можем проверить какую актуальную бесконечность, для этого потребуется бесконечный опыт. То есть, и там, и там есть постулаты, то есть, и в философии есть постулаты, и в вере есть постулаты. Ну, про актуальную бесконечность он же говорит, когда? Он говорит, когда излагает концепцию Калама, то есть, он говорит, что представители Калама, в том числе Сааде Галон, с помощью вот этого понятия потенциальной бесконечности и невозможности представления актуальной бесконечности доказывают сотворенность мира. Он этого не принимает, он говорит, не надо этого делать. Понятно. он говорит, давайте по-другому к этому подойдем, давайте поговорим просто вот о природе возможного, что немножко удивительно, он говорит, не о природе Бога давайте говорить, а о природе возможного. Природа возможного мы по сути дела, он же говорит о чем, что природу возможного ты не можешь выкорчевать никак. То есть, человек, который отрицает возможное, мы видим, что он на самом-то деле не отрицает, говорит, что все, детерминизм полный, Ну, если детерминизм, что, что тогда вообще делаешь? Одеваешься там или готовишь еду и так далее. Если все предопределено, тебе не надо делать ничего. И вот эта критика детерминизма, она приводит к чему? К тому, что я беру, он говорит, он же просто так бы взял за постулат, да, первопричину. Он ее не доказывает. Представители Калама доказывают наличие Творца, а он не доказывает. Он предваряет свою теологию тем, что говорит о природе возможного, а дальше просто постулирует. Почему он это делает? Потому что для него, как я уже говорил, вместо вот этого инструмента теологических рассуждений, которые, на самом деле, рациональных рассуждений, есть историческая палка, есть откровение. Если есть откровение, то мне нечего доказывать наличие Творца. Я уже в каком смысле получил этот эмпирический факт. А вот насчет того, как все устроено этим Творцом, здесь есть о чем поговорить. Как это устроено. Вот он предлагает эту концепцию вариативности в рамках некой разветвленной системы причинно-следственных связей. Это отличие его от Калам. Хорошо. Понятно, более-менее. Ну что, прощаемся. До следующей недели. Наконец-то. Поверяем, да? Окей. Перейдем к другим мыслителям. Да. Окей. Шаббат шалом. Этого никто не отменял. Спасибо. Окей. Да, пока. Счастливо. Пока. 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 Продолжение следует...